В Николаеве 32-летний иностранец расстрелял местного жителя. Все произошло возле дома потерпевшего на глазах его жены и детей. Украинец занимался обменом валют. Именно тогда человек возвращался домой с большой суммой денег. Его и встретил злоумышленник. Досал пистолет, выстрелил, забрал сумку с деньгами и скрылся. Впрочем, недолго стрелок скрывался. Почти через неделю правоохранителей злоумышленника задержали в Киеве. Им оказался гражданин Грузии. Ему сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения, покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений. За все эти статьи грузин может сесть за решетку пожизненно. Почему иностранец стрелял в Николаевца и был ли с ним знаком к нападению, выяснит следствие. Однако, подобных случаев, когда иностранцы идут на преступления, в нашем государстве не новинка. На Закарпатье правоохранители задержали группу граждан Грузии, которые обогащались при кражах из чужих квартир. Среди задержанных гастролеров были и те, которые уже имели судимость. В Ужгороде трое иностранца по продуманному плану систематически обворовывали автомобили. Злоумышленники пользовались специальным сканером, который записывал код электронной сигнализации и воспроизводил его, чтобы беспрепятственно проникнуть в автомобиль. Наибольшую сумму денег, которую они украли – 17 тысяч гривен. Все задержанные в свое время переехали в Украину в поисках лучшей судьбы – жизни. И наше государство этому немало способствует. «Не так давно украинское законодательство позволило различным иностранцам находиться на территории Украины и абсолютно долгое время находиться здесь без соответствующих документов, без соответствующих регистраций. То есть люди могут приезжать сюда. Для них здесь комфортные условия. Но не каждый иностранец, прибывая сюда, едет на территорию Украины с добрыми намерениями. Часто они совершают преступления». Конечно, в преступления нет национальности. Но, как показывают конкретные примеры, иностранцы очень часто, пользуясь нашим украинским гостеприимством и дружелюбием, идут на преступления. Так уж у нас заложено в подсознании встречать всех с хлебом и солью. Многие иностранцы ищут в Украине лучшую судьбу. Однако, часть из них пересекает границу с солидным криминальным багажом.